Начинаю партию на ческом. Серьезный соперник, гроссмейстер. Я так понимаю, это Хорватия у нас. Конь c3, большой соблазн здесь есть просто побить dc, там масса острых вариантов защиты пешки c. Но сыграю, наверное, e6 здесь. То есть я хочу вызвать конь f3 ход. Если бы был конь f3, я бы тогда уже побил dc, и был бы вариант ноты боума. Но соперник выбрал e3. Теперь переход идет у нас в голландские структуры. Попробую здесь сыграть что-то необычное. Веду коня через d7, а второго через h6. Вот таким образом расставляюсь. Теперь слон идет на d6. Рокировка. И здесь вот у меня как бы стоит выбор сыграть а5 или же ладья f6 сразу. Наверное, а5, чтобы он не надвигал свои пешки больно резво. Сначала предупрежу его какую-либо контр-игру. А потом уже буду строить свою на королевском фланге. Конь f7, вот такая переброска. А на cd готов побить е. Но вообще план поставить ладью на h6 и двигать пешки королевского фланга. То есть g5, g4. И главная моя еще задача здесь не дать простор его чернопольному слону, так как мои диагонали ослаблены. И можно попробовать здесь поставить сопернику ловушку. То есть, если cd, то е. И на слон бьет f5, наверное, ладья бьет f5. Уже у меня есть шанс сыграть. На ферзь бьет f5, конь е5. Такой вот прыжок. Пробовать сыграть агрессивно. Ну и стреляющие два слона. Могут оказаться неплохой компенсацией, в принципе, за качество и пешку. Уверен, что соперник, да, отходит ферзем на c2. Бить, наверное, обязан, чтобы скрыть как-то короля. И здесь либо ферзь f6, либо слон h3 сразу. В принципе, нет дилеммы. Ферзь f6, король g2, там уже появляется сход слона h3. Думаю, что годится сразу ферзя подключить к игре. Возможно, ферзь даже на h6 перейдет. Вроде какая-то контр-ыгра здесь намечается. Меньше времени. Так, король g2. Не боится ли соперник вот такой вот ресурс, интересно. Хочется вообще ферзь f3 побить и потом слона h3. Но это слишком уж как-то волшебно выглядит. Не должно такое проходить. Соперник должен бить, иначе просто получает мат. Но, кстати, не исключено, что в других вариантах, если побьет, тоже мат получит. Ферзь f3, я уже не пущу короля домой. Конь g3 должен будет играть. Где-то надо матовать. Вот теперь просто посидеть и поискать мат нужно. Все, что требуется здесь в этой позиции. g4, король h4. Слон e7, король h5. Мата там не вижу пока что. Где-то должен быть, не верю, что в таких позициях белые должны выживать. Есть ход конь h6 пока что. Кстати, конь h6 интересный тоже ход. В принципе, белый пока что выкрутится, сейчас и всего этого не могут. Других ходов тоже здесь не вижу. Конь h6. То есть не хочу пустить ферзя на f5, проще говоря. Так как белые здесь прикованы, наверное, следующий ход все равно будет g4. Король h4, слон e7, король h5. И там у меня ферзь f7 появляется еще ход. Кажется, что здесь король белых абсолютно заблудился. И найти дорогу домой он не должен. Так, ферзь d1. Кажется, что здесь форсированный мат после g4 идет. Если не ошибаюсь, слон e7. Выгоняю короля просто на чистую воду. И ставлю мат на g6. То есть вот сюда аж пришел белый король. И здесь его настигла гибель.